Сиреневый потон Профессор понимает, что с физикой я прощаюсь навсегда Время, чтобы посмотреть в мебель, все интересные вещи происходят на ее противоположном стороне Добро пожаловать в гляндах, в гляндах оптических гляндах Ну давайте разбираться с нелинейной оптикой Итак, мы с вами закончили на том, что вектор поляризации P Теперь имеет как линейную, так и нелинейную составляющую И у нас есть хи на электрическое поле, которое было в нулевом приближении А давайте в нулевом приближении писать индекс не 0, а 1 Сейчас я объясню почему Плюс квадратичная поправка Квадратичная поляризуемость И тогда у нас здесь будет поле в первом приближении уже в квадрате Ну тогда у нас хорошо будут индексы себя вести У нас все единичка, это будет касаться линейного слагаемого, а двоечка нелинейного слагаемого Ну естественно вот это называется P-линейное А это называется P-нелинейное Ну и тогда мы с вами поступим следующим образом Вектор D мы будем считать вектором E плюс 4PP-линейное А нелинейное слагаемое мы оставим в отдельности И будем за ним следить Тогда у нас была система уравнений Максвелла Которую мы решили искать решение в виде векторов E, D и P И B, извините Как сумму того, что получалось без нелинейной части Теперь я это назову E1, D1 и B1 Плюс некоторая поправка, которая обусловлена нелинейностью E2, D2, B2 Поскольку E1, D1 и B1 это решение уравнений Максвелла без нелинейности Мы прекрасно знаем, как выглядит решение В виде плоской монохроматической волны E1 от T, R Это будет амплитуда E1 с ноликом На экспоненту Который будет стоять I А дальше будет стоять K1 умножить на R Минус омега T При этом у нас K1 в квадрате Будет равняться омега в квадрате на С в квадрате На диэлектрическую проницаемость На частоте, соответствующей решению первого приближения То есть ε от омега Теперь мы должны написать систему уравнений Максвелла для поправок Е2, D2 и B2 Ну, значит, она у нас получалась такой Дивергенция D2 равнялась Ну, вообще говоря Минус... равнялась 4P ρ' А ρ' у нас равнялась дивергенции P Но когда мы писали дивергенцию P Мы дивергенцию E1 на х1 перенесли сюда И спрятали в D2 Поэтому у нас здесь получится только нелинейное слагаемое Поэтому будет минус дивергенция H2 на E1 без стрелочки На E1 со стрелочкой Это то, что осталось от нелинейной части Поскольку все связанное с линейной частью я спрятал в D Дивергенция B по-прежнему 0 Ротор E Это минус единица на C DB2 по DT И ротор B Плюс Лучше так напишем Равняется Единица на C D D2 по DT Но это еще не все У нас еще от нелинейного слагаемого Которая... От плотной стока же у нас тоже с вами входит нелинейная часть Я напомню, плотность стока это 4P А на D P по DT Ну и естественно у нас останется От этого слагаемого Некоторая слагаемая То, что не спряталось в вектор D Поэтому будет плюс 4P на C D D по DT Ну а здесь у нас будет E1 H2 E1 на E1 вектор Ну понятно, что пока у нас справа стоят нелинейные слагаемые Мы не имеем права записывать все в экспоненциальной форме Поэтому мы должны сейчас написать, что E1 Вот это E1 Это есть E1 с ноликом На косинус Под которым будет стоять K1R Минус омега T А теперь, когда мы будем считать Хи E1, E2 То есть P То есть P нелинейная У нас P нелинейная Будет иметь вид Хи 2 Квадратичная поляризуемость А дальше E1 с ноликом На E1 с ноликом Но уже векторно А здесь будет косинус в квадрате K1R Минус омега T Ну просто потому, что E1 так устроено И теперь квадрат косинуса превращается в половинку Плюс половинка косинуса удвоенного угла Поэтому у нас будет, во-первых, 1, 2 Хи 2 На E1, 0 E1, 0 Векторно И посмотрите, это слагаемое вообще не зависит от времени То есть, когда мы учитываем нелинейный эффект У нас появляется постоянная составляющая вектора поляризации Этот эффект называется оптическое детектирование Мы о нем с вами говорить не будем Мы будем говорить о втором слагаемом Хи 2 пополам E1 с ноликом E1 с ноликом векторно На косинус В котором будет стоять 2K1R Минус 2 омега T Итак, у нас в правой части появилось слагаемое Которое будет вот здесь в уравнении Колебаться уже с удвоенной частотой А это значит, что, наверное, в решении для поправок поля Тут двоечек стоит У нас появится удвоенная частота Наша с вами задача разобраться В каких случаях этот эффект будет эффективен Ну, поскольку мы нелинейную операцию уже выполнили То теперь мы А дальше все уравнения линейные Мы снова можем перейти к экспоненциальной форме И теперь P нелинейная Которая здесь стоит P нелинейная Я буду записывать В виде отбросив постоянное Слагаемое Связанное с оптическим детектированием Это будет квадратичная поляризуемость пополам Квадрат амплитуды Ну, а здесь будет экспонента В которой будет стоять 2и К1 скалярно на r Минус омега t Вот теперь в правой части стоит вот такая вещь Естественно, теперь Когда это решение Я подставлю вот сюда То когда мы будем считать дивергенцию Такого поля У нас получится Следующая вещь Дивергенция P нелинейная Ведь это у нас P нелинейная Есть Ну, давайте Хи 2 Е1 Можно вынести Это скаляры А здесь останется От дифференцирования 2и К1 Поэтому 2и Я вынесу А тут будет К1 Скалярно на Е1 Ну, господа Е1 Это решение Нулевого Или Линейного Приближения И К1 Это решение Линейного Приближения Но у нас там было Условие Поперечности У нас К1 И Е1 Были ортогональны Поэтому Здесь 0 Поэтому Очень хорошо Вот этого Всего Нет А здесь У нас Стоит Благополучный 0 Осталось Разобраться С этим Слагаемым И С переписыванием Этого Уравнения Значит 4П на С Осталось А здесь Будет Д По ДТ Вот От Такого Выражения Ну Давайте Продифференцируем Я Прямо Здесь Напишу Что у Меня Получится Я Продолжу Это Равенство У Меня Получится Единица На Ну Пусть Красную Это То Что Мы Подправили Единица На С Д Д2 По ДТ Плюс 4П На С Ну А теперь Надо Эту Штуку Дифференцировать По Времени Будет Хи2 Пополам Амплитуда Исходного Поля Первого Приближения Квадрате Дальше Дальше Дифференцировании Минус 2 И Омега Т Ну А дальше Е В степени 2 И Ну и все Остальное Ну Ну что У нас С вами Получилась Неоднородная Система Уравнений Вот У нас Появилось Для второго Приближения Полей У нас Появилось Вот Некоторое Слагаемое Которое Колеблется На частоте Омега 2 Ну Давайте Мы Сразу Сделаем Так Мы будем искать решение Такой системы Уравнений В виде Вот этого уравнения Мы будем его искать В таком виде Е 2 От Р Д 2 От Р И Б 2 От Р А от Времени Зависимость Будет Очень Простая На Е В степени Минус 2 И Омега Т Ну Потому что Здесь у нас Стоит С двойной Частотой Меняющаяся Слагаемая Если у меня В каждом Слагаемом Будет Множитель Е В степени 2 И Омега Т У меня Везде Частота Сократится И останется Уравнение Уже только От Р Но это Уже легче Согласитесь Ну тогда Тогда у нас Получается Следующая Система Из первого Уравнения Дивергенция Д2 Та Которая Зависит Уже От Р А от Времени Не Зависит Есть 0 Второе Уравнение Дивергенция Б2 Поправки К магнитному Полю Из-за Нелинейности Которая Зависит Теперь Только От Р Равну Нулю Третье Уравнение Ротор Е2 Которая Уже От Времени Не Зависит А Зависит Только От Р Равняется Теперь Когда Мы Будем Поскольку Мы Ищем Решение В виде Е В степени Минус 2 И омега Т То При Дифференцировании По Времени У меня Выскакивает Минус Минус 2 И омега Т Поэтому Здесь Будет 2 И Омега На С Дифференцирование По Времени Пропало И Будет В 2 От Р Следите Чтоб Я не ошибся А то потом Долго Ошибки Искать Привет Ну и Здесь У нас Получится Следующее Ротор Б2 Уже Зависящего Только От Р Теперь Слагаемое С Д Я перенесу В левую Часть Поэтому Получится Минус А Здесь Не перенес Ну давайте Тогда Симметрично Делать Если Здесь Не перенес И Здесь Не перенес Тогда Будет Равняться При Дифференцировании Д2 Выскакивая Минус 2 И Омега Т 2 Омега Делить На С И Тогда Здесь Будет Д2 Т И Плюс 4 Пи На С Хи Два Пополам Хи Два Е Ноль Один Е Ноль Один В квадрате Пополам Минус 2 И Омега Выскочила Только Тут Я Зря Т Написал Естественно Когда Я Дифференцировал У меня Минус 2 И Омега Выскочила А Т Никакого Нету Тут Ну а Экспонента Которая Содержит Время Сократилась Осталось Е В степени 2 И К1 На Р Вот такая Получилась Система Уравнений Ну теперь Наверное Мы поступим Стандартным Образом А Именно Б Отсюда Подставим Сюда Для того Чтобы Это Сделать Надо Обе части Равенства Еще умножить На 2 И Омега С Ну и Давайте Попробуем Посмотреть Что тогда Получится Значит Если я Умножил На 2 И Омега С Мы просто Подставляем Сюда Ротор Е2 Поэтому У нас Получается Что же У нас Получается У нас Получается Ротор Ротора Е2 Равняется Теперь Здесь Будет Вот эта Штука В квадрате Значит Будет 2 Омега К С В квадрате С каким Знаком Значит Я еще Умножил Еще На И И на И минус Единица Здесь минус Со знаком Плюс Вот Вот Так Теперь Д2 Я хочу Написать Что Д2 Это будет Эпсал На Е2 Но Только Возникает Вопрос На Какой Частоте Мы должны Связывать Сейчас Д И Эпсал Поскольку Мы ищем Решение На удвоенной Частоте То Вот Это Д Есть Диалектическая Проницаемость На Частоте 2 Омега На Е2 Но Потому Что Мы сейчас Рассматриваем Решение Которое Колеблется С удвоенной Частотой Поэтому Здесь Будет Эпсал На Частоте 2 Омега На Е2 Т И То Что Осталось 4 Пи Пока Напишем Плюс Ну Значит 4 Пи Пополам 2 Пи Е 0 1 В квадрате Теперь Смотрите Здесь Было 2 И Омега С Да Еще Я Домножил Все На 2 И Омега С Поэтому Будет 4 2 Омега С Квадрат Тоже Со Знаком Плюс Тут Был Плюс И тут Был Плюс Да Наверное Так На Е В степени 2 И На Скалярное Произведение К1 На Р Ну Здесь Как всегда Бац Минус Цап Бац Это Градиент Дивергенции Е2 Минус Цап Минус Лапласиан Е2 Поскольку У нас Эпсалон В нашем Приближении Скалярное То Из Равенства Нулю Дивергенции Д2 Следует Равенство Нулю Дивергенции Е2 Поэтому Это 0 Значит На самом деле Конечно Все эффекты Кристалла Оптики Делаются В кристаллах Как правило Вот Генерация Второй гармоники С мощными лазерами И конечно У нас Все не так просто У нас Хи Это не Скаляр А вообще-то Говорят Тензор Только Тензор Уже Высокого Ранга Потому что Хи Надо и на Одно Е подействовать И на Второе Я написал Модельно Что Во втором Приближении Колебания Происходят Квадратичные В направлении Электрического Поля На самом деле Это Тензоры И тут Имеется Анизотропия И математически Все это Гораздо Гораздо Сложнее Но мы Придумали Такой Модельный Пример Когда у нас Все Изотропно И колебания Как на первой Частоте Так и на Удвоенной Происходят Вдоль направления Раскачивающего Поля Как правило Это не так Как правило Тут еще Поляризационных Эффектов Много 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 Ну Теперь Осталось Все Собрать Вместе И написать Уравнение Для Е2 От R Ну мы Тогда Это слагаемое Перенесем Сюда С плюсом А это Слагаемое Оттуда Перенесем С минусом Поэтому Получится Лапласиан Е2 Я уже Не буду Теперь Писать Что это От R Все Лапласиан Е2 Мы уже От времени Всю зависимость Потеряли С вами Плюс 2 омега К С В квадрате Эпсал От 2 омега Е2 Равняется Минус 2 П На квадрат Поля Линейного Его называют Как правило Накачивающим Полем На 2 омега К С В квадрате На Е В степени 2 И К Р К 1 Р Вот получилось Такое Дифференциальное Уравнение Которое Надо решать Ну давайте Еще Упростим Себе Жизнь Давайте Рассмотрим Такую Ситуацию Ну вот Пусть у нас Есть Нелинейная Среда Которое Занимает Полупространство А вот тут У него Резкая Граница Тут ее Нет Тут есть Вот так Направлена Оптическая Ось И сюда Та же мы Направим З А здесь Будем Считать Что Среда Начинается В точке З Равно Ну А вот тут Нелинейная Среда И мы Облучаем Эту среду Обычной Падающей Волной Ну Вернее Так Она Она Уже Бежит В Кристалле С Той же Диэлектрической Проницаемостью Все Тоже Но Нелинейные Свойства Начинаются В кристалле Вот здесь Я не хочу Чтобы было Какое-нибудь Отражение Вот у нас Все бежит В кристалле Но здесь Имеются Только Линейные Атомы А вот здесь Стали Атомы Нелинейные Это конечно Жутко Надуманная Ситуация Короче Здесь у нас Бежит волна С полем Е1 С магнитным Полем В1 И с волновым Вектором К 1 Направлен Вот сюда Это волна Е1 Которая Была И здесь И она же Есть и здесь Она так и бежит В этой среде Никак не портится И не улучшается А вот из-за Появления Нелинейной Среды Вот Начиная с точки З Равно нулю Начинает Генерироваться Добавка Ну реально Конечно Не так бывает Реально У нас есть Вакуум А здесь Кристалл И у нас Здесь бежит Волна в вакууме Она при входе В кристалл Там есть еще Эпиктоотражения Преломления Которые были бы Даже без нелинейности Вот я этого Не хочу рассматривать Я считаю Что вот у нас Есть кристалл Такой Где в точке На границе З равно нулю Вдруг появляется Нелинейность Ну надуманная Ситуация Но зато Легче будет Решать уравнение Ну тогда У нас задача Становится Уже Не трехмерной А одномерной У нас все будет Зависеть только От z И тогда Наша система Уравнений Здорово Здорово Укращается Это я уже Все сотру Тогда От оператора Лапласа У нас остается Вторая Производная По z Я пожалуй Здесь Прямо так И напишу Чтобы лишнего Не писать Здесь будет D2 По DZ Дважды Да и Поскольку Волна бежит Вдоль оси z У нас здесь Будет Не kr А kz Тут будет Просто k1 Умножить На z Заметьте Что если я оставил В зависимости Только от одной Координаты Я сразу же написал Обычную Производную А уже не в частных Производных Но друзья мои А теперь Это все Совсем просто Это обыкновенное Дифференциальное Уравнение Второго порядка С постоянными Коэффициентами Неоднородное С ненулевой Правой части Оно решается Стандартным образом Общее решение Неоднородного Есть сумма Общего решения Однородного И частного Неоднородного Поэтому Начнем с Общего решения Однородного Д2 По dz Дважды Плюс 2 омега На c В квадрате Эпсалон На частоте 2 омега На e Общая На e2 Общая Однородная Равно Равно Нулю Обычное уравнение Гельмгольца У нас годится решение В виде плоских волн С частотой С частотой 2 омега По этому решению Е2 Е2 Общая Общая Однородная Это Волны могут Бежать Как вдоль Аси z Так и В обратную сторону Это будет c плюс На e в степени И К2 z Плюс c минус На e в степени Минус И К2 z Если добавить Омега 2 омега Т То одна Побежит В одну Сторону Другая Побежит В другую Сторону При этом У нас есть Дисперсионное Соотношение К2 В квадрате Это Омега К С В квадрате Но у нас Омега Это 2 омега Поэтому Будет 2 омега К С В квадрате На Эпсион От 2 омега Вот Такой У нас Должен быть Волновой Вектор К2 А теперь Будем Искать Частное Решение Неоднородного Обратите Внимание Что У Правой Частью Неоднородного Уравнения Стоит Не К2 А 2 К1 Здесь К2 Связано Вот так С Диалектической Проницаемостью А для К1 Я к сожалению Стер Как все Связано Но Напишу Что У нас К1 К1 К2 Равнялась Омега На С К2 На Эпсилон От Омега Потому что К1 у нас пришло от решения методом последовательных приближений Когда в нелинейное слагаемое у нас вошел квадрат электрического поля От решения первого приближения с К1 Который происходил на частоте омена Ну понятно, что мы будем искать решение Е2 частное неоднородное Как Е2 от Z на Е в степени 2 и К1Z Если я буду решать в таком виде То у меня, естественно, экспоненты сократятся Тогда у меня получится В едвойном дифференцировании Е Нет, 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 нет Так Е2 от Z Нам надо решить Такое уравнение Удобнее решать Если я сейчас буду подставлять Такую штуку То у меня будет И для этой штуки производная И для этой штуки производная Да? Да еще двойная производная Нет, это будет неудобно Дайте подумать Как его лучше решать Значит, если Нет Конечно, никакое не Е2 от Z А некоторая константа просто Некоторая константа А А На такую экспонент Конечно, так Тогда, если мы подставим Константа А выскакивает Здесь у нас От двойного дифференцирования Получается 2 и К1 в квадрате Плюс 2 омега к С В квадрате Эпсилон от 2 омега Равняется Минус 2П Е0,1 в квадрате На 2 омега к С Квадрате Экспоненты сократились Ну, тогда амплитуда Получится вот эта штука Делить на эту И я сразу напишу тогда Чему равно Е2 Частная неоднородная Значит, у нас Получается Вот такую амплитуду надо поставить Минус 2П Е0,1 Е0,1 векторно На 2 омега к С В квадрате Это я левую часть написал А Здесь в знаменатель падает Вот Все это выражение Тут будет 2 омега К С В квадрате Эпсилон от 2 омега Это отсюда Минус А тут будет 2 Теперь К1 в квадрате Это омега на С Да, и 2 тоже в квадрате Поэтому 2 омега на С В квадрате На эпсилон от омега На Е в степени 2 и К1 З Ну посмотрите 2 омега на С Везде сокращаются И тогда мы получаем Что Е2 Частное неоднородное Это есть вот такая штука На такую экспоненту Ну теперь Пишем общее решение Неоднородного уравнения Е2 Общее решение Неоднородного уравнения Есть Ну во-первых Есть волна Которая бежит влево От границы появления Нелинейности Это будет С минус На Е Минус И К2 З Бог с ней А вправо бежит Две волны От решения Однородного С1 На Е В степени И К2 З И от решения Неоднородного Минус 2 Пи Забыл Хи Нелинейное Вот здесь Оно у нас там везде Стоит Вот здесь у нас Хи забыл написать На квадрат поле Поле первого приближения Делить На разницу Диалектических Проницаемостей На частоте 2 омега И диалектической Проницаемостей На частоте Омега На Е В степени И 2 К1 З Ну теперь надо Как-то найти Отраженной волной Мы интересоваться Не будем Чтобы Ее Находить Нам потребуются Граничные условия Для Е и Б С тем Что есть с этой стороны Мы будем Мы будем Интересоваться Волной Бегущей Внутри Нашего Вещества Понятно Что внутри Вещества Пока Здесь Никакой Нелинейности Не было Вот здесь У нас Никакой На границе Нелинейной Добавки Бегущей Права Нет Ее Просто Неоткуда Взяться До этого Была Линейная Среда Поэтому Мы потребуем Чтобы Е2 Общая Неоднородная В точке З Равная Нулю Равнялась Нулю Но отсюда Сразу Расследует Для того Чтобы Значит Это слагаемое Мы с вами Не учитываем Меня интересует Только Е2 Общая Неоднородная Когда она Бежит В правую Сторон Вот здесь Никакой Волны С удвоенной Частотой Еще быть Не должно На границе Ну Поэтому Экспоненты При З Равном Нулю Обращаются В единички И поэтому С плюс Равняется Вот как раз Такой Ну и тогда Мы с вами Заработали Общее решение Поле Во втором Приближении Электрическое Которое Бежит В правую Сторону Есть 2П Квадратичная Поляризуемость Квадрат Напряженности Электрического Поля Которое Бежало В первом Приближении По сути дела Того поля Которым мы Освещаем Нелинейную Часть Кристалла А здесь А здесь У нас Будет Е В степени И К2 З Минус Е В степени И 2К1 З Делить На разность Диэлектрических Проницаемостей На удвоенной Частоте И Частоте Исходного Накачивающего Излучения Ну теперь Чтобы с этим Разобраться Давайте Вспомним Что такое К2 И что такое К1 Значит К К1 Это Омега К С На Эпсилон От омега А К2 Это 2 Омега К С На Эпсилон От 2 Омега Ну теперь Надо Это Все Подставить Итак Е2 Которая Бежит В правую сторону Это 2 Пи Хи2 На Квадрат Амплитуды Поля Накачивающей Волны На Е В степени И Итак К2 К2 Это 2 Омега На С На Корень Из Эпсилон От 2 Омега На Корень Из Эпсилон От 2 Омега Это Показатель Преломления На Частоте 2 Омега Поэтому Будет 2 Омега На С Показатель Преломления На Частоте 2 Омега Минус Е В степени И К1 Это Омега На С На Показатель Преломления И На Частоте Омега Поэтому Здесь Будет Поскольку Двойка 2 Омега На С Н На Частоте Омега И Здесь На З Я Забыл Написать И Здесь На З Я Забыл Написать А Здесь У нас Будет Н В Квадрате На Частоте 2 Омега Минус Н В Квадрате На Частоте Омега Ну Теперь Наверное Сделаем Стандартный Прием Мы Вынесем Экспонент С Показателем Равным Среднему Арифметическому Из Этих Двух Поэтому Будет 2 Пи Хи 2 Е 0 1 Е 0 1 Векторно На Е В степени И Омега На С А здесь Будет Давайте Двойку Оставим А здесь Напишем Так Н От 2 Омега Минус Н От Омега Пополам З Тогда В первой Экспоненте У нас Будет Е В степени 2 И Омега На С Н От 2 Омега Минус Н От Омега Пополам Тут Не минус А плюс Конечно Среднее Вынесем Тогда Вместе Они Тут Дадут Н От 2 Омега А Н От Омега У нас Сократится Минус Е В степени Минус 2 И Омега На С Н От 2 Омега Минус Н От Омега Пополам Делить На Н От 2 Омега Минус Н От Омега На Н От 2 Омега Плюс Н От Омега Ну Наверное Я здесь Поставлю Двоечку А здесь Поставлю Четверочку Для того Чтобы Здесь Получить Синус Ну Надо Еще И Ну Это Не более Чем Набег Фазы Все Равно Сейчас Деинтенсивности В квадрат Разводить Поэтому Будет 4 Пи Хи 2 Е 0 1 В квадрате Е В степени 2 И Омега На С На Средний Показатель Прилавления З Средний По Двум Частотам А здесь Будет Синус От 2 Омега На С На Разницу Z Забыл Написать На N От 2 Омега Минус N От Омега Пополам Z Делить На N От 2 Омега Минус N От Омега На Их Сум N От 2 Омега Плюс N Омега Ну Че Господа Ответ Однако Однако Ответ Надо Только Понять Что Мы Получили Итак Будем Считать Интенсивность Света На Удвоенной Частоте И На Удвоенной Частоте Как Функцию Z Но Это Будет E2 На E2 Комплексно Сопряженная Ну Чтобы Полное Поле Получить Надо Еще Умножить На E В степени Минус 2 И Омега Т Естественно Тогда Побежит Обычная Волна Но Только У нее Амплитуда Будет От Z Зависеть Как Вы Видите Поэтому Интенсивность Будет Равняться 16 Пи В Квадрате На Квадрат Квадратичной Поляризуемости На Квадрат Интенсивности Накачивающей Волны Тут Уже Был Квадрат Да Еще раз Квадрат Поэтому Будет Интенсивность Дальше Будет Синус Квадрате Ну что Два Омега На С А Зачем Два Омега На С Лучше Без Двойки Обойтись Омега На С Разница Показателей Преломления На Удвоенной Частоте Минус Показатель Преломления На Исходной Частоте На Z А здесь Будет Разность Показателей Преломления На Сумму Показателей Преломления Все Поэтому Если Мы Светим На Частоте Омега На Нашу Среду Вот Так У нас Направлен На С Z А Так Интенсивность На Удвоенной Частоте То Как Нетрудно Видеть У нас Синус Квадрат У нас Будут Вот Такие Осцилляции Интенсивности Света На Удвоенной Частоте Поэтому Если Если вы Обрежете Кристалл Там Где Будет Максимум Ну Вы Сколько Получите Удвоенной Частоты Правда Как вы Понимаете Немного Ну Ну А Теперь Господа Догадайтесь Как Сделать Много А Давайте Попробуем Сделать Так Чтобы Показатели Преломления На Обоих Частотах Были Одинаковые Тогда Мы Получим Синус Нуля Делить На Ноль Тогда Можно Раскрыть Все Это И Тогда У Нас Будет Омега На С На З И В Квадрате Итак Если У Нас Сделано Чудо И Нам Как Н Удалось Сделать Что Н На Удвоенной Частоте Равняется Н На Частоте То Тогда У Нас Будет И 16 Пи В Квадрате Хи 2 В Квадрате Квадрат Накачивающего Излучения Разница Ну Только Когда я Возводил Квадрат Здесь Тоже Квадрат Стоит Синус Заменяем Аргументом Омега Пополам Омега На С Будет Квадрате А здесь Будет Дальше Будет Единица На Сумму Показателей Преломления Но Это Будет Просто Удвоенный Показатель Преломления Как вы Понимаете Квадрате У нас Теперь Они Стали Одинаковые На Обоих Частотах Поэтому Здесь Будет Н Омега Умноженное На 2 Квадрате Или Что Удобнее Написать Тут 4 Просто Появится Зато Здесь Будет Z Квадрат И Мы С вами Получаем Ошаленный Эффект У нас Интенсивность Генерации Второй Гармоники С Толщиной Кристалла Начинает Расти Квадратично И Тогда Вы Можете Набрать Любую Интенсивность Теоретично Вот Такое Чудо Осталось Что Договориться Как Вот Этого Добиться Ну Ну давайте Вспомним Как Выглядит У нас Дисперсионная Кривая Н от Омега Ну мы Знаем Как Выглядит Дисперсионная Кривая Для Атомов В газе Атомов Томпсона Ну Вот Тут Единица В первом Приближении Наверное Это Годится Примерно И Для Кристалла Ну Как Вот Так 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 Я не знаю На чем тут Играть Играть Тут Не на чем Надо Чтобы На частоте И на удвоенной Было Одно И то же Вот Искать Две Такие Точки Но только Дисперсионный Контур Тузенький Ничего Не получится Так Ничего Не получится Есть Одна Возможность В Незотропных Средах Если У нас Есть Одноосный Кристалл У нас Есть Обыкновенная Волна И Необыкновенная Волна И Помните В одном Направлении У них Скорости Совпадают А в другом Направлении Они Отличаются Правда Здесь Нам Нужны Не фазовые Скорости А лучевые Скорости С которыми Бегут Энергия Или Даже страшно Говорить Такие слова Лития от Фотона Но чтобы Получить Лучевые Скорости У нас Есть Теорема Взаимности Помните Там надо Выражение Для фазовых Скоростей Все Поменять На Единицу На У Лучевую Скорость А С На Единицу На С И Эпсилон На Эпсилон Минус Первый Ну и тогда Примерно Получится То же самое Только Для фазовой Скорости У нас Получается Во все Стороны В одном Случае Будет Сфера Для Обыкновенной Волны Она Бежит Во все Стороны Одинаково А в другой Там Сложная Фигура А вот Когда Вы Сделаете Обращение По Теореме Взаимности Для Лучевых Скоростей У вас Для Обыкновенной Волны Во всех Направлениях Все Одинаково Получается Сфера А для Необыкновенной Волны Получится Элипс Настоящая Элипс Поэтому Получится Следующее Чудо Вот Если Это Оптическая Ось Кристалла То Для Обыкновенной Волны У нас Во все Стороны Лучевая Скорость Одна И Та А Длине Обыкновенной Волны У нас В одном Вдоль Оптической Оси Когда Они Бегут У нас Скорости Совпадают А когда Бегут В противоположном Управлении Скорости Отличаются Ну вот Как-то Вот так Например Это На частоте Омега А на частоте 2 Омега В области Нормальной Дисперсии У нас Скорости Больше У нас Показатель Преломления Больше Значит Скорости Меньше Поэтому На частоте 2 Омега Для Обыкновенной Вот так А для Необыкновенной Вот так А теперь Чуете Что получается Вот если В этом Направлении Кидать Свет Тогда Скорость Обыкновенной Волны А значит Показатель Преломления На частоте Омега Оказывается Равный Показателю Преломления Или скорости Необыкновенной Волны На частоте 2 Омега И тогда Выполняется Вот это Условие Его называют Условием Пазового Синхронизма И тогда Этот фокус Работает И в результате Вам надо Светить Кристалл Для таких Кристаллов Вам надо Светить На частоте Омега И тогда Под этим Углом У вас Если вы Светите Под этим Углом На частоте Омега У вас Обыкновенная Волна Будет Превращаться В необыкновенную Волну Двойной Частоты Давайте на пальцах Попробуем Понять Откуда Берется Условие Синхронизма На самом деле Его можно было Выводить Не так Честно А с самого Начала Было Понятно Что такое Должно Быть Вот смотрите Что происходит У нас Есть набор Атомов Каждый Атом Да Все это Освещается Обыкновенной Волной Которую Скажем Желтого цвета Которую Я вот Рисую Вот она Бежит Вот это Ее Поверхности Постоянной Фазы Эта волна Раскачивает Атомы Атомы Начинают Генерировать Кроме Обыкновенной Волны Кроме Волны На частоте Омега Они Начинают Генерировать Волны На частоте 2 Омега В два раза Чаще Но посмотрите Что нужно Нужно Чтобы Волна Которая Генерируется Этим Атомом Оказалась В фазе С волной Которая Генерируется Этим Атомом Только тогда Они будут Накладываться Друг на друга И усиливаться А это означает Что этот Должен Генерировать Волну Со сдвигом Фазы Такую Чтобы Пока эта волна На частоте 2 Омега Придет сюда Надо Чтобы задержка Колебаний Атомов На частоте Омега А не на 2 Омега Была Такой же Только в этом Случе На удвоенной Частоте Волны будут Вот в этой Точке От этого Атома Идти в фазе Надо Чтобы задержка В раскачивании Атомов Накачивающей Волны На частоте Омега Равнялась Задержке Для сложения Генерируемых Этими Атомами Волн На частоте 2 Омега А это Означает Что Обыкновенно Что На частоте Омега И на 2 Омега Волны должны Бежать с Одинаковой Скоростью Вот мы И получили С вами Условия Синхронизма Ну вот Так Это примерно Выглядит Ну и Наверное Надо вам Показать Как Генерируются Волны Вдвоенной Частоты Так А как Нам Сделать Здесь Что-то С компьютера Ага Может тут Скинуть Волны Волны И где мы теперь, человечество? Продолжение следует... Продолжение следует... Вот то, что мигает, это лампа накачки. Но вы знаете, чтобы лазер начал генерировать, надо, чтобы атомы оказались все в возбужденном состоянии. Но если говорить коротко, лазер на неодимовом стекле устроен примерно следующим образом. Имеется активная среда, в которой свет усиливается. С двух сторон стоят зеркала, ну как обычно у вас. Чтобы закачивать энергию в активную среду, здесь такая лампа в виде змеевика вокруг него. А бур намотана. И в этой лампе создается очень мощный разряд. Он светит... Там разряд он светит и в фиолетовой области, нужной для накачки, и во всей другой. А вот там порошок из нелинейного образца. Почему порошок? Вы видели, что для того, чтобы пошла генерация второй гармоники, нужно точно расположить источник относительно кристалла. Делать это лениво, поэтому делается просто... И нелинейный кристалл молотком разбивается в порошок. И найдется среди порошка несколько кристалликов, которые будут лежать так, как надо. Ну, чтобы особо не заботиться. Ну вот, мощность лазера достаточно большая. Если вы поставите фокусирующую линзу, чуть-чуть подфокусируете, там потом, наверное, погажут. Там взрывается копирка даже. Ну вот, чтобы понять, как работает лазер, совсем простая трехуровневая схема. Обычно электроны на нижнем уровне атома находятся. После этого, когда вы включаете импульс накачки, лампу накачки, там фотоны большой энергии, вот такой. И многие электроны с нижнего уровня в атомах перескакивают на верхний уровень. Ну, условно, это можно так нарисовать. Будто прилетают такие горошины. Электроны, которые передают электрону вот такую энергию. Ну, и электроны поднимаются все наверх. Дальше электроны могут упасть вниз случайно, излучив свет. А может, под действием пролетающего фотона. Но на самом деле все не совсем так. Конечно, у нас наверху электронов меньше, все равно, чем внизу. И поэтому здесь инверсии нет. Но вот на этом-то уровне электронов нет. И поэтому, если летит фотон вот с такой энергией, он с удовольствием кидает электрон вниз, и в результате этот свет усиливается. Ну, вот так происходит генерация лазерная, импульсного лазера. Ну, вот сейчас вы будете видеть, как копирка взрывается. Вот эти вспышки, это взрыв копирки в импульсном лазере. Но вот если не на копирку направлять, это инфракрасное излучение, его глазом не видно, но когда копирка взрывается, там весь диапазон света есть. На самом деле этот лазер очень мощный, но только длительность у него порядка наносекунды. Если бы он был постоянный с такой же мощностью, он бы вообще все разнес. Все стены, все. Но поскольку очень короткая длительность импульса, то все и не страшно. И вот после этого инфракрасный свет попадает на нелинейный кристалл, и там происходит генерация зеленого света, удвоенной частоты. Но поскольку от лампы на качестве белого света полно, приходится ставить инфракрасный фильтр, который черный и непрозрачный для любого излучения, кроме ИК, ну тогда уже туда к кристаллу доходит только инфракрасное излучение. Вот это вот черный фильтр. Он черный для оптического излучения. Но вы видите, что сквозь него как бы немножко проходит, это потому что видеокамера немножко ловит инфракрасный свет. Потому что на самой видеокамере тоже происходит генерация второй гармоники, и она видит этот свет. Ну а теперь, если мы поставим белую бумагу, на белой бумаге мы ничего не видим. А если ставим бумагу с порошком, то вот тут начинает генерироваться вторая гармоника. К сожалению, на камере плохо все видно, потому что инфракрасный свет видит камера, и вы видели сейчас вспышку инфракрасного света. Но если дальше смотреть на фильтр через зеленый фильтр и оставить только зеленый свет, то вот мы видим, что зеленый свет есть в этом. Но так примерно такая штука делается. Вот если смотреть через зеленый свет, через зеленый фильтр, вот вы сейчас видите генерацию второй гармоники. Ну а теперь возникает один вопрос, а как происходит генерация второй гармоники на языке энергетических уровней и фотонов. Ну вот, если у нас свет, скажем, красного цвета, и есть два энергетических уровня, находящихся на расстоянии, соответствующем энергии красного фотона, то при освещении света фотон поглощает, электрон переходит наверх, а когда прыгает вниз, он излучает фотон в любом направлении. Это называется рассеяние света. Так классический атом рассеивает свет. И в результате атом перезлучать свет может куда угодно. Помните, мы когда-то говорили, атом Томпсон такой диаграммой направленности излучал куда угодно. Но вот в квантовой механике это описывается немножко по-другому. Теперь представьте себе, что мы светим на атом излучением, где находятся тоненькие уровни, а на самом деле уровень находится ниже. Вот тогда вроде бы никакого переизлучения быть не должно. Однако на самом деле переизлучение возникает. Это довольно интересный эффект. Согласитесь, если мы возьмем гель-неоновый лазер, он там светит на переходе неона. В стенке кирпичной есть атомы неона? Но если есть, то очень мало. Тогда вообще-то кирпичная стенка не должна поглощать и переизлучать свет гель-неонового лазера. Там не поглотится свет. У него нет перехода энергетического, на котором электрон, поглотив фотон от гель-неонового лазера, перейдет вверх. Тем не менее происходит следующее. Там где-нибудь есть уровень поблизости. Не там, где он должен быть, а поблизости. И происходит интересный процесс. Происходит поглощение света с переходом электрона на настоящий уровень, который по энергии не соответствует энергии фотона, который пришел с лазера. А потом, это происходит с нарушением закона сохранения энергии. А потом электрон прыгает вниз и излучает фотон, тоже с нарушением закона сохранения энергии. Но между начальным и конечным состоянием нет нарушения закона сохранения энергии, он излучает фотон с той же энергией, как поглотил. А вот поглотить он по-настоящему этот фотон не может, потому что это соответствовало бы нарушению закона сохранения энергии. Но в квантовой механике есть интересная вещь. Она называется соотношение неопределенности энергия-время. Мы, кстати, об этом немножко говорили. Помните, чем короче был импульс световой, тем шире у него был спектр. А спектр, частота энергии, это почти одно и то же. И поэтому, если атом находится в возбужденном состоянии, в котором он живет недолго, у него энергия не очень определена. И вот на очень короткое время, за счет того, что есть соотношение неопределенности энергия-время, может нарушаться закон сохранения энергии. Поэтому временно, пока фотон поглотился, и до того, когда электрон, падая вниз, излучил фотон той же частоты, в это время, вот в этот промежуток времени, происходит нарушение закона сохранения энергии. В конце и в начале процесса все нормально. А вот в самый момент взаимодействия света с атомом, может происходить в некотором смысле поглощение света с переходом в никуда. Вот об этом говорят, как о переходе через виртуальное состояние. Потом в квантовой механике окажется, что чем ближе настоящий энергетический уровень лежит к тому месту, где он должен находиться, тем вероятность этого процесса, как вы думаете, больше или меньше становится? Ну, больше, конечно. Когда прямо где нужно, так вообще все идет прекрасно. Там идет все по-настоящему. Там уровень становится реальным. А вот когда он отходит из реального состояния, происходит переход через виртуальное состояние. Так что, когда вы видите на стенке излучение путь от гель-неонового лазера, зайчик, знайте, что вы видите переизлучение света атомами стенки с переходами через виртуальное состояние. На этом состоянии вы не можете засечь атом, потому что, если бы вы его засекли, вы бы получили нарушение закона сохранения энергии. Вот интересно устроено в квантовой механике. Как будто бы происходит такой процесс, но на самом деле он не происходит, но тем не менее в конечном итоге он дает вероятность суммарному процессу, который не может протекать без него, но через него он не может протекать из закона сохранения энергии. Но поскольку в этом виртуальном или промежуточном состоянии система находится очень мало, и в ней нам запрещено систему поймать на эксперименте, то вот такое чудо происходит. Ну вот так происходит обычное переизлучение. Но я-то хочу вам сейчас показать, как на самом деле генерируется фонтон удвоенной частоты. Теперь забудем про переизлучение и рассмотрим схему похитрее. Пусть у нас у атома есть не два, а три энергетических уровня. Ну, что-то мы зависли. А, ну, сейчас вот идет то, что я вам рассказывал. Неточность энергии на время пребывания в виртуальном состоянии, оказывается, должно быть не больше постоянный план. Тогда этот фокус проходит. Но опять-таки этот фокус это не фокус настоящей квантовой механики, а фокус полуклассических разговоров про квантовую механику. А вот теперь представьте себе, что есть три уровня, расстояние между каждой парой которых совершенно одинаково. Такого, конечно, не может быть, скорее всего, но пусть такое случилось. Тогда, если у нас летит первый красный атом, он может перекинуть электрон на первый возбужденный уровень, теперь, конечно, электрон может упасть вниз с излучением фотона, но второй фотон может его закинуть еще дальше. А вот дальше электрон может упасть не на второй уровень, а с него на первый, излучив два красных фотона, а может прямо с верхнего упасть на нижний. Но при этом энергии излучится в два раза больше. И фотон будет зеленый. Если мы помним, что энергия фотона равна h омеля. Чем больше частота, тем больше энергия. Поэтому в результате два фотона с малой энергией поглощается, а получается один фотон с суммарной энергией. Все это очень хорошо, только так, конечно, никогда не получится, потому что нету такой схемы уровней, чтобы два уровня, три уровня находились на одинаковых расстояниях друг относительно друга. Но дальше догадывается, что происходит? Промежуточный уровень лежит не там, где нужно. Поэтому сперва летит фотон с низкой энергией, и он виртуально поглощается, а вторым фотоном с энергией мы виртуально докидываем электрон наверх. А уже сверху вниз электрон падает реально с излучением зеленого света. Вот так получается процесс сложения фотонов в среде, где есть переходы через промежуточное виртуальное состояние. Но вы же понимаете, что на самом деле очень трудно подобрать нелинейный кристалл, у которого расстояние между крайними уровнями в точности в два раза больше, чем энергия фотона. Поэтому на самом деле верхний уровень тоже находится не там, где нужно. И поэтому у нас на самом деле происходит все еще хитрее. Это процесс не второго, а третьего приближения. У нас виртуально поглощается первый фотон, и мы виртуально попадаем на первое возбужденное состояние. Потом виртуально поглощается второй фотон, и мы виртуально переходим на верхнее состояние. Оттуда виртуально фотон падает, и с двух красных фотонов получается зеленый. А обе промежуточных состояния ненаблюдаемые, в них вы не можете наблюдать атом с электроном, потому что это противоречивало закону сохранения энергии. Вот такая схема с двумя промежуточными виртуальными состояниями обеспечивает генерацию удвоенной частоты. Ну, а эффект очень простой, вот что-то зелененькое светит. Ну, а, конечно, когда кристалл стоит правильно относительно источника излучения, генерация второй частоты идет очень эффективно, ну, получаете китайские зеленые указки. Вот так это примерно устроено. Ну, и сейчас тогда уж, если я ушел сюда до перерыва, я вам покажу еще один запись одного эксперимента, а хотя, может быть, лучше это сделать и после перерыва. перерыва. Сейчас, дайте подумать, что нам лучше сделать. Нет, давайте так, я еще чуть-чуть поговорю, а потом мы сделаем перерыв. следующий номер нашей программы параметрическое преобразование частоты. Параметрическое преобразование частоты. Итак, мы договорились, что вектор P нелинейный, когда у нас квадратичная нелинейность, равен H2 на E1 на E1 векторное. Если у нас E1 было гармонической функцией на частоте омега, то при возведении в квадрат мы получали естественно квадрат косинуса, то есть удвоенную частоту. А давайте представим себе, что у нас E1 устроено следующим образом. Это E1 с ноликом на косинус омега 1t. Я отвлекаюсь от зависимости от координат. Я лучше не так. Мне индексов не хватает. Сейчас по-другому на это пишу. Ну, что такое? по-другому зонумеру пусть пусть у нас E1 это E1 штрих на косинус омега штрих t плюс E1 2 штриха на косинус омега 2 штриха пусть у нас есть два излучения с разными частотами. Сейчас штрихи не относятся к действительной мнимой части. Это просто разные частоты. Тогда, когда у нас появится P нелинейная у нас получится что-то такого типа H2 а дальше будет E1 штрих в квадрате на косинус квадрат омега штрих t плюс E1 2 штриха в квадрате на косинус квадрат омега 2 штриха t А еще у нас будут перекрестные произведения E1 штрих на E2 E1 2 штриха косинус омега штрих t на косинус омега 2 штриха t Ну и таких произведений будет 2 да, отсюда и отсюда Ну понятно что первая слагаемая даст нам генерацию на частоте 2 омега штрих это будет удвоенная генерация первой частоты здесь будет генерация на частоте 2 омега 2 штриха а здесь когда мы перемножаем 2 косинуса у нас что получается а произведение косинусов превращается в две тригонометрические функции с суммарной и разностной частотой и тогда у нас здесь будет две частоты омега штрих плюс омега 2 штриха и будет частота омега штрих минус омега 2 штриха ну пусть у нас омега штрих больше чем омега 2 штриха фактически раньше у нас тоже была либо суммарная частота но когда частоты одинаковые получалась сумма одна и та же 2 омега штрих и была разностная частота тогда частота была 0 и мы это называли оптическим детектированием так вот оказывается в нелинейной среде когда мы светим в нее двумя цветами может генерироваться суммарная частота и разностная частота вот такие нелинейные процессы называются параметрическим преобразованием частоты это очень хороший способ перестраивать частоту лазера очень часто бывает что вы имеете резонатор и светите на активную среду на частоте омега штрих а резонатор настроен на частоту омега 2 штриха и вы тогда светите в этот резонатор отсюда частоту омега 2 штрих меньше чем омега штрих и происходит в этой нелинейной среде только надо лазер иметь уже с нелинейной средой внутри у нас частота омега штрих будет превращаться в частоту омега 2 штрих за счет того что возможно вот такая вот такой разностной разностная генерация и в результате у нас омега 2 штриха будет усиливаться ну так практически делают все параметрические усилители хороших лазеров на самом деле сделать хороший лазер с хорошим излучением омега 2 штриха сделать трудно и он получается с маленькой энергией а если вы с грубым лазером светите сюда на частоте большей вот с такой энергией отсюда подсвечиваете все нужной вам частотой очень стабилизированный хорошо работающий от слабенького слабенького но хорошего лазера то здесь за счет такого параметрического преобразования частоты генерируется нужная вам частота и она усиливается то есть фактически сюда в сторону уходит частота омега штрих минус омега 2 штриха а сюда кроме того излучения омега штрих которое шло добавляется еще омега 2 штриха потому что должно же быть закон сохранения энергии и вот так происходит параметрическое усиление частоты ну и последнее что хочется сказать про нелинейные процессы на языке классической физики это комбинационное рассеяние света представьте себе что у нас есть молекула состоящая из пара атома пара ядер например H2 но в первом приближении будем считать что ядра связаны пружинкой а вокруг них как-то там привязаны электроны ядра могут будучи связанными пружинками могут колебаться на какой-то низкой частоте поэтому расстояние между ядрами L наверное меняется так L с ноликом плюс L1 L с ноликом это равновесное состояние на косинус омега t наверное сила с которой электроны удерживаются около такой системы зависит от конфигурации ядер от расстояния между ними и так далее это означает что сила удерживающая электроны эффективная будет устроена так F с ноликом плюс малая добавка на косинус омега t а это означает что поляризуемость такой молекулы будет устроена так альфа с ноликом плюс альфа 1 на косинус омега большое t где омега большое это частота колебаний молекулы то есть если вы светите на такую систему плоской монохроматической волной с частотой оптической омега которая гораздо больше чем омега большая то дипольный момент который будет наводиться это есть поляризуемость молекулы на поле а поле с точностью до е с ноликом это косинус омега t но сама поляризуемость выглядит так это альфа с ноликом плюс альфа 1 на косинус омега большое t и это будет все умножаться на амплитуду поля на косинус частоты поля но понятно что когда мы перемножаем два косинуса у нас кроме частоты омега которой мы светим появится частота омега плюс омега большое и омега минус омега большое и тогда в спектре рассеяния света молекулой тут частота а тут тут интенсивность а тут частота вы светите частотой омега с ноликом а появляются кроме этой линии еще линии на частоте омега с ноликом плюс частота колебаний ядер в молекуле на омега с ноликом минус частота колебаний ядер в молекуле вот такое рассеяние называется комбинационным рассеянием правда потом за счет нелинейных эффектов появляется кроме частоты омега большое еще частота на омега с ноликом плюс 2 омега 3 омега и со знаком минус И у вас в результате молекула начинает рассеивать свет не только на той частоте, на которой вы на нее светите, а еще и на отстоящих от омега с ноликом, на дискретные одинаковые расстояния частот. Ну вот такая штука называется стоксовское рассеяние света на молекулах. Говорят, что в эту сторону происходит стоксовское рассеяние, сюда происходит антистоксовское рассеяние. Ну вот поэтому, оказывается, на языке классической физики можно объяснять даже нелинейные оптические эффекты. Хотя на самом деле все это надо делать, конечно же, на языке квантового. Вот теперь у нас с вами перерывчик, ну и после перерывчика еще несколько слов сказок. Спасибо. Спасибо.